Итак, гарные хлопцы, я надеюсь, вы уже готовы к тому, чтобы посматривать на вторую карту, которая прямо сейчас стартует у нас драфты в рамках, опять же, противостояния бейтов против ашеров. Я думаю, вы не успели забыть за время паузы. И вот сейчас их врубят нам. Уже идем? Барабанная дробь. И что-то не врубают. Ну, ленивые режиссеры, лень кнопку нажать. Интрига перед тем, будет ли Войт. Там уже фулл пик просто. А, да? Да, но это классика жанра. Мы же любим выходить, когда фулл пик. Тебе, кого тебе пик интересует? Там все равно произойдет все по-своему. Так даже анализировать интересно. Да? Я надеюсь, просто что нам черненьким таким закроют, знаешь, в конце. Типа, угадай вас пик. Вот, и пока мы не угадаем, короче, катка не начнется. И мы сидим 20 минут такие, так, походу это Войт. И в лобби все ждут, да, тоже? Да, да, да. Ну, то есть реально катку просто не начинают. Вот админ поставит паузу, и мы сидим, короче. Сначала сидим из-за интернета, а теперь сидим из-за того, что аналитики не способны угадать ласпик. Проверка на аналитика. Не, ну в случае с бетами это на самом деле сложно. Вот там реально в случае с бетами очень трудно угадать, кто же там будет ласпиком. Они прям, ну а кто бы вообще его взял, кто бы вообще догадался такой взять. Типа, липсофис еще без знания того, что там гостик, то есть вообще было угадать любую позицию. Что-то, ну вот, короче, смотрите, здесь Войт. Это бускайная версия? О, нормально, это полезный герой. Поздравляю нас с полезным героем. Ну да. Минус 7-товики, здорово. Так, ну пока что они далеко от Войта достаточно, да, нормально. Да, да, да. Главное, что мышка не дернулась. Интересно, что шеры убрали нчу. Так, ну сейчас остался кто там? Клок, Клок в бане, окей. Кто еще у нас из Супер Мета? Дарксир. Ну, Дарксир дум такое. Уже, а вот Тинни Дарксир смотрится круто. И вот теперь вопрос к Бейтам, будут ли они стелить Дарксира. Не, зачем? Ну не будут, ну тогда им придется отдать Тинни ДС. Тинни ДС от Гага. Да? Да? Да. Вот, видишь, поэтому они его состелили. Ну, и зачем он? С кем он работает здесь? Кто будет? Главное, что не свой дом. Главное, что не с Тинни. И не с Тинни в свой дом. Главное, что они не отдали его под Тинни. Такое, то есть мы забираем героя, а что мы с ним делаем? Кидаем щит на Дума. Типа ставим на четверку, это же тоже вариант. Мы уже видели этот крейс. Да, там его ставили, ставили его со Сладдером он станет. Его брали с Тинни, который тоже шел вперед. А здесь пока никто не идет вперед. Ты хочешь сказать, что Дум не станет? А? Ну, пока они возьмут Кентавру, он не станет. Подожди, а в смысле? А Кентавру может это что-нибудь сказать? Инфернал Дев, короче. На, на полсекундочки. А, вот это. Да-да, это все меняет. Да. Так, я надеюсь, Дума станет в миде. Очень надеюсь. Ну, зная Даню, он не любит играть на миде, и он вряд ли будет играть в миде каким-то героем, который сочетается с Дарксиром. То есть там сразу минус, там всякие кунки, вот похожие герои. Оракл. Пока простенько. Ну, минус шелды, как минимум, под сейв против Дума. То есть выглядит как отличный вариант для Ашера. На лейне только. И если добавить, то что там все равно будет пик Вайда, то Оракл еще лучше. Хотя, на самом деле, я не поверю, если они пикнут Вайда против Оракла. Я не верю в это. Они готовят все команды к тому, что мы всегда играем в свой дом, а в один момент такие, а мы его больше не берем. Все, да. А там уже Венга, Оракл. Марафон из пятикарт был просто так, потому что мы хотели вас обмануть. Ловушка. Да, этот Джокер. Мы потестили, не зашло. Next герой. Сейчас там коронный Манки Кинг от Кристаллица. Давай. Как в папчике. 25 уровень. Даже он был бы лучше, чем вот все то, что пикали Бейты последние. Согласен. Ну, сейчас их пик выглядит как тир один пик. Ну, не хватает немножечко, не хватает. Ну, подожди, два героя. Не хватает мидера, играющих на танках. Не хватает мидера, играющих на танках. Больше сказать, что на Кунке Дэнни не играет? Не, он может, конечно, сыграть, но вот в такой драфт хочется запихнуть, что там осталось? Драгон Найт, Магнус. И Кунка тоже, да. Какой-то Кунка. Может быть, даже Вейт Спирит. Ну, то есть кому-то нужно получить щит и пойти впередраться. Желательно, потому что Дума, он такой, он бежит. И он просто бежит. Он еще долго замахивается на свой Дума, он очень долго замахивается на Стан, он немножко не тот герой, который прям крошит лица в мидгейме с Тарксиром. Я даже не знаю, какие еще милишники есть. Эмбер тоже. Ну, и можно одеться. Эмбер хорош, да, поддаётся. Можно барабаны взять, можно взять талант на десятом на щит. Единственное, конечно, Oracle все скидывает, но можно дождаться момента. Или прыгать на Oracle, чтобы он не может так сделать. На Oracle самое приятное прыгнуть. Так проще играть. Задумались над баном, ребятам. Интересный, интересный. В общем, Спектру сразу забрали, а вот Фурион нам долго думали. Пангалеров давно уже не вижу. Совсем острый герой выпал. Без армить никого. Ну, раньше вот так брали пораньше. Или на флекс туда-сюда. А сейчас все прыгают, что-то бегают. Попасть сложно, да? Воят, Спектра, Антимаг, они сами зачастую первые прыгают. Таких трансферы стоят перед Пангалером. Да ну его нафиг, правильно? Какая-то там Спектра прыгает с Эбисола просто и в лицо ему. Если можно кинуть щиточек и подождать. Можно, да. Пока течет твой любимый чай. Бейта убирает коров. Такое ощущение, что у них какой-то кор уже заготовлен. Ну, это явно так. Да, интересно, какой вот судя по этим банам. Как бы минус морф, минус морф. Ашера готовит ловушку и не банят вайдап. Мне аж интересно, то есть против кого Бейта вот все это банят. Минус Магнус. Потому что вот, допустим, у Ашеров у них, ну, хорошая позиция. То есть убираем Спектра, она щитками стакается, как кор. Убираем Свена. Ну, потому что эти герои чаще заходят, нежели там... Ну, под ДС хорошо. ...мидеры, на которых Даня играет редко. Поэтому они вот Ашера хорошо банят. Короче, я удивлен увидеть Смарфа, Фуриона, Магнуса. Ты не видишь какой-то определенной направленности в бане. Ну, какая-то мысль нужна, да. Фуриона в бане это прям уважаемо, конечно, увидеть. Так, надо ребятам из бейт взять Террор Блейда. Кто там в бане последнее я не вижу? Люкан. Люкан. Просто вы берете Террор Блейда, и он рано или поздно выиграет вам игру, ребят. Хм. Рановато еще, рановато. Рановато. Да пусть он будет, главное у них. Хотя сейчас они и вправду могут брать себе кора, просто потому что они уже видят линию. Но, с другой стороны, они не видят у противника кора, но у бейтов закрывающих во второй стадии, поэтому они точно не увидят сейфлайнера. У ТБ слишком много хп, но он очень быстро набирает шмотки на статы и не умирает от тени. Оракл тоже не может за ним бегать, и, в принципе, Дарксир пушит линию, ты иллюзией пушишь линию. Берешь Тролину, собираешься, Инженер, Сатаник, тебе вообще плевать на все здесь. И ты под Оракл хорошо заходишь. Эмбер Спирита забрали для себя до мидера. Пришло время ловить его? Ну, получается, что на ласт пик они будут брать сейфлайнера как раз. У бейтов будет еще возможность два бана сделать против сейфлайнеров, потому что сейчас им придется, скорее всего, открывать. Ну, бейты прямо сейчас могут брать ловца Эмбера. Да, конечно. Потому что там потом просто перебанит оставшихся героев с хорошим кейчем. Кого вопрос ты хочешь? Ну, я когда вижу Эмбера, я всегда мечтаю о паке, но это, опять же, мои влажные мечты, но он мне просто нравится. Ну, Дэнди играет на паке. А паке пятерочки надо? Да, на любом. Не знаю, мне кажется, пак мидера тяжеловат в исполнении. В плане того, что в один момент герой может просто исчезнуть. Да, конечно. Делать нечего. Такой сам может произойти. У тебя вот раньше пак был металл. Да, ты предложишь что-нибудь. Предложишь что-нибудь. Ну, чем ловить Эмбера? Я не знаю, я хочу, чтобы они просто их переформили. Корр не будет, Корр не будет ловить Эмбера. Ну, Корр сейчас. Ну, если ты не воет, давай так. Ну, это, в принципе... Такая средняя история. Ну, здесь это типа добавление скорости. То есть, это будет Сурж плюс Инксвелл на любого героя, который будет влетать. Нет, скорее смотри, это потенциальных два дума. Это потенциальных два дума, потому что Ореков спасет только одного героя. Это тоже, да. Давай так сделаем. Это тоже. И вот с этими героями, тремя, уже можно взять условно Тараблейд и сесть на ХГ. И рано или поздно твоя драга к всему будет сильнее, дума слабее не становится. У кого-то героя, которому что-то дает скорость бега. Они быстро бегают. Ну, щит и щит. Тараблейд же не побежит щитом вперед, правильно? Он будет стоять и бить. Будет бить каждого. Нужен Корр, который получает щит и разваливает. Мне кажется, если условно какой-то антимаг или что-то подобное, будет уже слишком жадно. И им желательно вот то, что само по себе отпушивать линии. Опять же, иллюзионисты. Ну, в ПЛ сейчас слабоват. Нагой не играют. И у меня в голове только ТБ. Да? Ну, пусть будет ТБ. Тараблейд, ну как? Они сейчас не будут бегать. Я вижу героя Фашшер, я вижу пока какого-нибудь лайфстилера. Он никого не боится. И он реально бежит под щитами. Не будут они брать сейчас ТРФ, взяли четверку, еще тройку. Теперь боится в рейдж получить рор. Не, про бейт, бейт там. А, окей. Просто герои, которые выиграли эту игру. О, молодец. Это ТБ, да. Рано или поздно любая команда должна пойти к Тараблейду. Ну, рано или поздно все там будут. Ну, теперь как бы нет такого мощного инициатора. Там нет файда. Замечательно. Теперь нет мощного инициатора. То есть мы кидаем щиты, и нам нужно начать драку. Как мы ее начнем? Ну, они будут как раз на миду брать для Дэнди какого-то инициатора. Я думаю, что это будет в Эдспирис, скорее всего. Дэнди играет инициатор. Его можно забанить в этой суть, что сейчас уже просто половина героев, которые могут пойти в мид и начать драку, их могут забанить. Ну, склопа. КВ и Нолокер хорош здесь. Ты просто скидываешь вот все, дефаешь вышечки, более-менее играешь с Гримстроком, Дарксиром, и вы можете активно устроить доту за счет этого торнадо. Кунка может побегать, торрент и покидать, он драки начинает. Кунка-то бейты суперсильно вместе. Корабль, очень много хп, не перебить. Просто с учетом того, что бейты сейчас могут ничего толком не придумывать, и даже пока они выбирают действия на карте, ТБ фармит. Он бьет-бьет крипов, становится все сильнее, сильнее, сильнее. Эмбер с иллюзиями разберется, но самим ТБ нет. Бейсмастер, ну, такое. Ну, тут пока выглядит так, как будто они с командой его разберутся. С командой, да, возможно. Прям пахают на мужиков. О, видишь, они, да, гораздо... Ну, да, они просто забанят больше из контроля потенциального. Ну, Войтспирит, я думаю, что еще какой-то вариант есть, пойми у него. Ну, есть варианты похуже. Войтспирит, Кунка. То есть Войтспирит, Кунка, какой-нибудь хлипкий пак, что там еще. Кунка очень хорошая. Жадный Драгон Найт, он здесь, ну, не знаю, минуты на 50-е максимум раскроется. Просто Кунка прям очень хорошая, потому что он может, во-первых, сам дефать и вышку, и во-вторых, стягиваться куда-то и вот ранее тимфайты устраивать. Потому что, в принципе, кроме Эмбера, там никто и не может уйти до текст-марки. Вот он зацепил все. То, что Оракл, да, снимает урон, бла-бла-бла, но нет. Там ты подходишь на 10 уровне с одного удара через скрипах, урона 400 у тебя есть. Тебе хватает. Это Войтспирит. Ну, тут все довольно просто было. Ну, вот Войтспирит в Оракл это вообще ужас. Прям совсем. Да, просто Фейт и Дикт и гуляй, мальчик. У тебя ноль урона, у тебя... Это не тот Оракл, который... Просто Фейт и Дикт ты набираешь сразу. Вот раньше в Айды собирали там Кристаллис, что-то еще. Когда это было очень сильно, то ты прыгаешь, у тебя там реально много урона с руки просто. А здесь сейчас почти все играют. Либо Чизер Чиду, либо Юл, либо, может быть, Аганим в лучшем случае. Я не знаю. Чем отвечать Ашером вопрос с Сейфлайнером? Каким-то... Кто-то, кто может нормально, эффективно убивать Сейфлайнер Б. А они могут Трэп Сейпи сыграть. О, даже так. Просто Хускар идет в мид и поясняет Войтспириту за все. Раньше Войтспирит хорошо степать Хускары, потому что могут крипов водить. Просто смогут ли они успеть забить до смерти бейтов, до того, как Трэп Блэйт не раскроется, потому что ТБ же убьет этого Хускара впоследствии. А там еще Эмбер, там два героя. Ну, я понимаю. Там, причем, как его, Хускар, он под Ораком. Там еще не факт, что ТБ одолеет его. Раньше Хускар очень был плох против иллюзионистов, но как ему добавили первый спел, он очень... Ну, много раз ситуации, когда он с ним справляется легко вообще. Да, то есть он его развалит в минуте на 40-е, на 50-е, но пока по драфту Ашера заходит в минуте на 20-е, на 25-е, на хайграунд, и бейты терпят. Очень много зависит от 5-апа, который в итоге на Думе, и от Фишмана. Потому что их кнопки должны останавливать как-то Ашеров. В общем, это 25-минутная либо за Ашерами, либо 40-5-минутная. Ну, я за Ашер. Да. Хорошо, давайте посмотрим, что думают по этому поводу прематч. А, ну наш любимый коэффициент 10 на бейт. Пока, по-моему, за всю историю лиги не было выше 10 на конкретно БО-3. Но здесь уже на вторую карту, с третьей возможной. Вот, соответственно, суперфаворита является Ашера. Тут ничего и не сделаешь. Посмотрим, оправдается ли такой коэффициент уже в игре. Александр говорит, что было больше. Было, точно. Что? Я, правда, не помню, у кого оно точно было. По 12 было. 12? Да. Ну, в общем, было или не было, это не так важно. Важно, что у нас будет во второй игре. Наконец-то бейты решили сменить концепцию драфта, о чем мы их так просили. И сейчас мы посмотрим за чем-то новым. С одной стороны. С другой стороны, против них довольно грозная комбинация. Хуси Коракл. Та самая. Ведь чем хорош вот именно... Та самая из паблика? Та самая. Ну, я хотел сказать та самая, которая реально разносит. Когда на лоу хп... Ведь сила в чем этой комбинации, если особенно все как надо сделают Хускар и Оракл. Если на лоу хп Хускар получает фоллспромис, то у него эти лоу хп застывают на долгое время. То есть, с одной стороны, он бешеный регенец и, скорее всего, выживает. А с другой стороны, он все время фоллспромиса бьет, как будто у него мало-мало здоровья. Вот если это получается реализовать. Но здесь, ведь зачастую мы видим Хускаров просто и без Ораклов, которые выносят все, что только движется. Очень важна хорошая линия. И когда Хускар забирается на последний пик, ты понимаешь, что линия у него будет хорошая. Против Войт Спирита он должен... Войт будет страдать. Войт будет определенно страдать. Может быть, как раз попробуют сыграть гибкой. А кого поставить из него, Спирита на мид? А кого ты поставишь, да. Дума не отправишь, Дарксиро тоже не отправишь. Опа, смотри, смотри. Ну, на самом деле Дума... Ой, там уже бьют, бьют. Кого, Эго? Всех бьют. Пока все вроде как Эвеландш в лицо получают по итогу. Никто не погиб. Никто не погиб и, восвоясь, отправляется Бейт. В итоге не сделав первую кровь. И по баунти-рунам, скорее всего, поровну так же будет для обеих команд. Ну окей. Посмотрим на Дэнди. Я так понимаю, в миде. На Войт Спирити. Да, как будто бы мы только что не смотрели. Я имею в виду в лайнапе против Хусика. Насколько он хорошо себе покажет. Ну потому что прошлую линию он нормально отстоял. То есть в лайнапе против Эмбера там плюс-минус ровно было. Да, только на этом все и закончилось. Там ничего не получилось у Войт Спирита по игре. Посмотрим здесь вот именно, насколько будет для начала линия. Потому что линия сложная. Фаник забирает, ну, три. Три баунти-руны, да. Еще и файвапа подпробили здесь. Файвап, тем более, будет четверкой здесь отыгрывать. Вот оно что. Тройка Дарксир, судя по всему. Ну и как бы такое легкое преимущество у Хускара уже получается. Еще и за счет этих баунти-рун. О, Ластхира, привет. Ластхира, да. Здравствуйте. Очень приятно. Так, ладно. Снизу у нас также фармящий ТБ. Это понятно. ТБ будет на линии помогать Гримстрок. Против них линия Тинни вместе с Бисмастером, да, стоит, я так понимаю. Сразу минус рейндж. Да, Тинни Бист довольно неприятный лейн. Можно получить урона, потом тебя выкинут. Ну, ми-пошка как тут бодро вообще начал с первых лвлов. Файвапа разминает, крипов добивает. То есть очень активно включается, да, в игру. Ну, в общем, здесь противостояние пока такое вязкое на линии. В целом, должен здесь Эмберспирит стоять. Хотя не самая сильная линия, вот, не самый сильный суппорт в видеоракла. Но против Дарксира неплох. Может диспелить щитки, может спасать от магического урона фейцедиктом. Вот так вот рейнджей добивает, ми-пошка реально включается. Ну и, конечно же, ждем импакт мидера. Пока что хорошее начало от Дэнди. И импакта мидера... Ну, хусику... Ладно, вначале пока хусику сложно. Там на первых лвлах, да. Там к третьему, вот там уже поговорим, когда пара брасировочков уже пролетит. К третьему, к пятому? Да, там уже будет видно, кто батя на линии. Пока, конечно, Дэнди молодец, 8 на 3. Да, хорошее начало — это залог. Потому что если и начало будет плохое... Минус Курьер. Очень таких вот второстепенных источников дохода, скажем так, много поназабирали. То есть сначала это была бонусная баунти руна, сейчас Курьерчик. Это очень приятно усиливает. О, тут Курьер Дума, кстати говоря, проезжает. Внезапно, да. Нашел! Джекпот. Вот, файвап тем временем. Слушай, ну коэффициенты от париматча на карту, мы видим, что 1.25 на 3.75 — это много, конечно. Но, скажем так, это не 10, вот какие-то, которые на матч мы видели. То есть здесь как бы еще... Оп, минус щиток. Ну, кстати, эта штука тоже диспейлится. Ну, в любом случае, уже начинает даблазис немножко работать. За вышку заходят игроки команды бейт, мы видим. Начинает между табарами стоять. Но, в принципе, Эмбер этому даже рад в какой-то степени. Он спокойно может крипово добивать на линии. Поэтому здесь это даже на руку команде Ашер. Ну, а минус броня, минус щиток, но... Но мипошку не заберешь тоже просто так здесь никак. Эго прожимает щит свой, сам идет в атаку. Бодиблок файвапа. Файвапа щитом Дарксира сразу же снимают. Пачка крипов заагрилась, привязали. И это, возможно, будет первая кровь, да? Довольно легко. Эго делает ФБ. Вот откуда пришла беда. Откуда не ждали. Так, очень интересно подагривать здесь мипошка. И одного крипочка уводит Ласхира. Маны на щиток нет. Можно съесть манго, щиток кастануть, но тут же будет дисбалк. Да, его сразу не станет. Файвапа возвращается обратно сюда. Пошла привязочка очередная. Эго. Будет привязочка его. И это еще один минус. Слушай, вот то, что верхнюю линию они зальют, это вообще... Понятно, что Оракл сильный против... Вот вообще Дум съел этого крипа, но не самый лучший против Оракла. Потому что Оракл диспелит, да и Эмбер раздает много урона магии. Ну да, тут не такая контактная линия, как хотелось бы, Дум. Как обычно происходит. Да, тем не менее, Оракл, понятно. Действительно, очень сильно напрягать может диспелли все щитки. Но все-таки то, что они отдадут два фрага, вот так, это не по плану явно. Что по Кускару? Да, Дэнди горит, Дэнди горит, к сожалению, и догорает, судя по всему. Да, и это фраг для командошера. Ну, то есть все, Кускар 13, Войтспирит 17, вроде 4 крепа разницы, но соло килл... Ладно, это не соло килл был, там еще Тинни подошел. Да он и так бы догорел, скорее всего. Я к тому, что уже все, Хусик начинает разгоняться, а там скоро появится ультимейт, а там скоро появится плотность, и уже никак этого Кускара с линии не выгонишь точно. В начале Хусик, конечно, очень уязвимый, но потом с лавалами с ним очень трудно справляться. Тут опять нападение на файвапа. Сурш, правда, в этот раз есть, поэтому файвап выживает. Суршенсент в кулдауне просто. Ну, да. Не удается здесь подцепить. Но в любом случае Эмбер имеет очень хороший старт. Так, на мипошку на ответное нападение. Эмбер заходит в спину. Снова можно кого-нибудь подпривязать здесь. Привязали пока что Дарксира. А, баунтируны. За них сейчас пойдет борьба, скажем так. Ускорение Дарксира. Кто кого перекликает. Ласт Хира перекликал в итоге. Эго до конца пойдет. Да, да, бежит. По итогу, да. Одну баунтируну для своей команды он заберет. Что важно, Боттл пополнил и не дал Дэнди пополнить Боттл. Вот это ключевой момент. Так, ну и что мы имеем? Дэнди пятый с половиной левел. Хусик пока что один на линии стоит. По Нетворсу у него Нетворс получше, чем у Дэнди. Причем серьезно, да. Казалось бы, крипсат равный. Но я так понимаю, слишком много расходников пришлось Дэнди носить на линию. Да и плюс еще смерть сказывается. По итогу Дэнди сильно попросил. У одного килл, у другого наоборот смерть. И Эмбер спирит 2 800. В то время как у Терраблейда, который также на фрифарме гораздо меньше. Снизу драка. Там нападение на Фаника. Но здесь на Мепошку нападают. Мепошка, скорее всего, погибнет. Фаник снизу выживает. Все нормально. Да, ну Мепошка здесь, конечно, тяжело ему. Его душат 2 сильных героя таких. Да, он что-то диспелит. Но не в состоянии диспелить все. Тем не менее, Эмбер спирит на полном фрифарме. Ой, тут еще и стаки. И ДД есть. ДД можно забрать. Правда, не так полезно, наверное, ДД сейчас для ребят с команды Ашар. Ну, Ксани не откажется. Ну, да. Ксани древопил какой-то у нас. В этом сете? Да. Мне кажется, он напоминает мне одного из героев Мэд Макса. Вот этот вот, который у них там ездил главный. Чем-то издалека напоминает хусик в этом сете. Как его звали? Забыл. Не Джонни. Как-то. Когда, помнишь, там они ехали? Джонни, они на деревьях? Он посмотрел на меня. Он посмотрел на меня. Я попаду в Валхалу. Я не помню, как его звали. Как-то так-то. Не смотрел на Макс. Не смотрел на Макс. Кстати, умер хусик в виде. Лас Хиро тем временем погибает сверху. И файвапу нужно отсюда убегать. Да, хусика хорошо забрали. Но и здесь продолжается науболит с Эмбер Спирит. То есть в итоге Эмбер Спирит... Дэнди идет наверх. Возможно, сейчас будет попытка Мипошку дозабрать все-таки. В идеале бы, конечно, Эго поцепить. Но у него там стрик. Но Эго шестой. И он в любом случае будет жить здесь. Под вышку, наверное, давить не хочется. Ну, не хочется, да. Дэнди в итоге просто пробегал. Что у него? 2 500, да? Скоро 2 900. То есть он вот-вот-вот может быть сейчас Мипошку. Ну, не знаю. Но я думаю, что вряд ли. И Мипошка уже... Точнее, Эго уже седьмой. Мипошка там далеко аккуратно стоит. Его вряд ли подхватишь. Мипошка еще чекнул. Он вот по телодвижениям Дэнди даже задумался, что там вард у нас что ли стоит. У них-то вард есть. И они все видят. Они видели, как Дэнди перетягивался. И пока Хускар сидел в таверне, ничего не фармил. Дэнди также пробежал наверх. Не удалось ему здесь ничего сделать. На вард наступил. Кингер. О, ну тут дум просто... Оп! Красиво, кстати, закинули. Да, Лас Киро тоже можно забирать здесь. Хороший бодиблок. Вакуум он дает напоследок. Но там Ремнант имеется. Еще одна тычка. И это даблкил для Эго. Мега килл уже у Эмбер Спирита. 4100. Они сейчас так Эмбера раскачают. Слушай, и две игры подряд самые большие проблемы в итоге у команды Бэйт. Именно на сложной линии. Потому что в прошлой игре они дровки отдали слишком много. И она имела монстр килл там на 10-й минуте. И сейчас 4300 Эмбер. А в случае с Эмбером это еще страшнее. Потому что это герой, который, да, он вам не сломает товара. Но он просто на уровне пойдет. Ремнантов накидает. Фистами всех убьет. У него каждый следующий уровень важен. Потому что у него и фламгард качается. И фисты, и чайны. И при этом он еще и соберет какую-то шмотку раннюю. Хускар при этом занимает комфортное второе место. То есть тоже идет хорошо по Нетворцу. Ну, тут вся надежда, наверное, на Кристаллис. В первую очередь теперь. Он вроде бы фарм имеет неплохой на линии. Но уже начинает сильно проседать. Ну, только на него. Дэнди пока побегал по линиям. Никого не нашел. Фрагов не сделали у нас Бэйт. Как хорошо Кингард перемещается здесь. Так что его не видит Вышка. И только вот сейчас его будет видно. И то, если он поднимется на горочку. Он не поднимается на горочку. Его до сих пор не видно. И вот только сейчас увидели Тинника. Ну, Дэнди возвращается обратно на линию. Пофармил немножко. Можно и лес пофармить тоже. Хусик тоже фармит лес. Да, Хусик погиб. Понимаю, что его, в принципе, могут все еще пробивать. До той поры пока армлет не появился, наверное, как минимум. Армлет ему уже летит, судя по всему. Не самый быстрый армлет. Я не знаю, что у нас по статье армлетов на турнире. Были ли вообще Хускара с армлетами. Но так по таймингу, по ощущениям, не самый быстрый. Даже, я бы сказал, чуть медленно он собирает. Хотя, опять же, самое интересное начнется дальше. Забавно, что иллюзия Хускара вообще бесполезная фактически. Да. Так, снизу нападение на Фаника. Накинули Банчу. Но слишком медленный кристаллис. Он просто не догоняет Фаника здесь никак. Там Кабан замедляет. И я к тому, что мувспида просто не хватает догнать. Это тебе не какой-то Рекимару, который напрыгнет Фантом. Там, я не знаю, Спектр, который может Даггер закинуть, замедлить. Здесь трудно комбинировать. Эмберсбилд остается на легкой линии. Один там всю Экспу забирает. У него все отлично. Треба перетягивается в сложную. Ворует из-под носок Саня здесь ускорение себе. И продолжает фармить. Лиса. А снизу вроде как пушится линия. Возможно, даже попытка будет выйти под вышку за Фишманом. Фишман. Видит его. Да, выходит Тинни. Будет рассказ. Тос какой-то или еще что-то. Да, Тос пошел. И Фишман в итоге погибнет. Там в это время погибает, правда, Мипошка. Потому что сюда перетянулся Дэнди. В форме ТБ. Но Фаник улетит. Кингер. Просто на ноги убежит, я не знаю, нет? Не должен. Не должен вроде бы не должен. О, Инфернал залетел. Да, Дэнди. Не должен. Но в миде, в миде тем временем, ребята из Ашера ломают Т1. Да, Хускар здесь на армлете. И вот они, новые коэффициенты от париматча. Здесь мы уже видим 1.08 на 7. Ну, гигантский Эмбер. При этом еще и Хускар довольно сильный. Да и бестмастер неслабый. Вышка в миде потеряна. Вышку на легкой линии с трудом от Дефили. На сложной линии пытаются забрать. А что у нас по Эмбер Спириту? Он тоже ушел, да? Да, вот он здесь только что ломал мид, но уже убегает. Дэнди здесь спрятался. Неужели будут эго ловить? Лови его на рену. Ну, не знаю, не знаю. Тут пока... Дэнди прячется. Не палится, не палится. А, как я его... Мы его тут рассекретили уже ястреб. Да, да, не получилось ничего сделать. Сверху перетяжками. Пошка летит сюда. Здесь уже рядышком находится Оксаня. И Лас Хиру, приветики. Конец ему. Да, там уже столько залетело дэмэджа, что никак не пережить это все. Минус Дарксир. Ну, вышку он, конечно, спушал. Это прикольно. Но это вышка как бы стандартная, которая должна была упасть. И сейчас Ашера тоже будет. Да, и снизу сейчас, скорее всего, заберут. Есть смок от команды Бейт. Они, видимо, хотят организовать как раз-таки атаку под эту вышку. Но там ответный смок от команды Ашер, которые уже в спину идут. И очень опасно. Как может быть опасно? То вот драка будет 4 в 3, если она начнется сейчас. Кабаны, кабаны все ревилят. Никак. И сейчас в спину уже выходят. Ой, врывается Дэнди на Фаника. Фаника поцепили. И как же быстро. Отрывается хп у Фишмана. Он успевает дать ультимейт. Рор залетает от Фаника. Фаник под Фолспромисом продолжает жить. Но это полный провал. Бейты сейчас умрут. Файвапа нужно добирать. Файвапа пытается мансовать. Нет, все-таки тоже отправляется в Наверну. Минус 3. И Дэнди отсюда уже со всех ног бежит. Успел. Все-таки Мипошка успел дать Фолспромису. Да. Бестмастер выжил. В последний момент. Какой же тайминг в итоге классный получился для Ашара. Они прям вышли в спину. То есть Бейты были уверены, что все, мы заходим в спину. Но им самим в этот момент вышли в спину. А вы думали, я вас не переиграю? Я вас переиграю. Я вас уничтожу. Сказал мне Пошка по итогу. Наверное. В этой драке. Ну и что ж, как итог. Еще и вышку снизу потеряли. Бейт по итогу. Да. Вышку, кучу героев. И 3000. И 6300 уже у Эмбера. 5900-х Ускара. Они оба опережают Террор Блейда. При этом Террор Блейд еще не боец явно. Да. Хусик там уже дофармливает себе потихонечку Алибарду. Явно ТБ этому будет не рад. Сейчас такая ситуация, что если, допустим, Ускар нападет на Террор Блейда, Террор Блейд может реально включить форму, раздать, попытаться ему урона, потерять все ХП, нажать Сандер, даже убить Ускара, но потом сгорит от копий, как мне кажется. Потому что, ну, Ускар очень силен. Так, еще один смог. Да, еще один смог, а почему бы и нет. Душить ТБ пошли. Там Вард стоит, а не видели. Или Дэнди. Или Дэнди найдут. Да, Дэнди, здравствуйте. Привязочка. И Эваланш. И до свидания. Да, его еще Оракл здесь очень грамотно кастовал на своего, накрутил, отпустил. Да, и дальше, наверное, пойдут. Ну, можно перетянуться на другие линии. Они очень легко делают фраги сейчас. Эго бежит вперед, видит Фишмана. Фишмана привязали. Хорошо Эго играет. У него прям получается, так скажем. Уворачивается. Фанкс Вэлла, да, и Фишман тоже умрет. Вики Цик. Еще ни разу не зафейлил. Хотя, казалось бы, так и должно быть, но на самом деле мы видим, что иногда фейлы происходят. Ни разу не зафейлил связку Фисты Чайны Эмбер Спирит. Каждый раз он цепляет наверняка. Красава. Что скажешь еще? 4-13. Вторые Некра уже есть у Фаника. Скоро будут третьи. Файвап здесь вроде как без дума. Кстати, а где он дума умудрился потратить? В последней драке, наверное, да? Где-то да, там, да. Я не обратил просто внимания. Но дума в любом случае нет. Кристаллис продолжает все это время фармить. У него все еще неплохой Нетворс. Но у него артефактов недостаточно все еще, чтобы входить в драку как-то. Он там себе Яшу вроде дофармил худо-бедно. Ему, наверное, какой-то БКБ здесь явно не повредит в будущем. Ой, ну, Кристаллису очень много надо еще, чтобы хоть что-то сделать. Ему либо засетапить драку сейчас должны, чтобы он прям раздал свой урон. Либо ему еще выносить и выносить слоты. И смог на смог опять. Да, бейты идут в атаку. Но тут уже Мипошка все спалил. Увидел Ласхеру. Там Рошана бьет к Сане. Все Смоки спали сейчас. Пошел вперед Дэнди. Фаник-фаник так обходит. Видит Эмберспиридж. Фишман. Все, все, Фишман умер. Ну, да. Его тут уже никак это не спасти. Врывается. Ну, там Фоллспромис. Фоллспромис. Да, но Дум-то на двоих получается за счет связки Гримстроук. Фоллспромис есть, но урона много получает Хоскар. Возможно, погибнет. Да, погибает, но Бесмастера забирает. Вот так. Да, немножко тут заигрались, так скажем, Ашер. Но с Эго что делать, непонятно. Эго со Стриком, он достаточно богатый, не привязал, кстати, Кингера здесь. Первый раз, по-моему, зафейлил свою комбинацию. И Курьера потерял, кстати, с Майл Штромом. Это важный момент. Ладно, опустим. Подожди. Ну, Кингер вряд ли он мог привязать. Если Эго скилловный настолько, что он тиммейтов вяжет, то... А, простите, все, простите. Я, может быть, потерялся немножко в этой ситуации. Окей. Все-таки есть у него Майл Штром. Подожди, а чей тогда Майл Штром был в Курьере? Потому что Курьера забрали. Там была информация, что вместе с этим предметом. Хороший вопрос. Возможно, как ты знаешь, типа в последнюю секунду успел передать. И Партер... Да, да. Как-то так отобразил. Ну, в общем, очень нагло зашли на Рошана Ашер. Это явно того не стоило. Ну, они еще раз пойдут, потому что в этот раз нет дума, которая в прошлый раз откатила, а сейчас пока не откатит. Некра, все, зашли, начинают бить. На баунти руна собрали радио. Не, ну камбэк серьезный был после последней драки. Прямо скажем, ЭТБ вышел вперед. Вообще у бейтов все не так плохо в этой игре. У них как-то просто, ну, тотально не получается провернуть драки. Не получалось до последней, но последней была огонь. И в последней они сделали все круто. Если вот так вот будет залетать дум в двух героев, там хорошая стенка-стяжка, то может получаться быстрый блинг на думе. Это несмотря на то, что он суппорт. Да, это четверочка, но Дивауру отрабатывает, поэтому денег достаточно, чтобы себе приобрести достаточно быстро этот артефакт. Раз бы стан и подцепить... Снизу, да, попытка выйти на эго. Ну, не знаю, ну, такое себе. Вот дума, дума стан. Если бы, дума, был стан, он прыгнул за стан. Где нападение на Дэнди? Дэнди очень быстро забирают здесь. Да. Здесь стан есть. Оп, Баньша. О, привет. Слушай, да ладно, зафармит. Она не успела. В полете. Долететь. ПВО работает. Так, ну и сверху пушится уже линия вовсю. Вышка, наверное, упадет. Непонятно, как защищать ее. Да и не будут, наверное, бейты. Смысла нет особого. Они пытаются выйти в размен. Они снизу также пушат линию. Да, и тавр тоже забирают. Ну, в принципе, Ашара здесь бестмастер. В теории они должны пушить быстрее, но бестмастер пока не подошел. А вот теперь подошел. Но все равно... Там драка какая-то снизу завязалась. Там то ли Тинни, то ли... Да, да, Кингар здесь немножко загулял, видимо. И, скорее всего, погибнет. Да, погибает. Ну, он что-то зря пришел. Его команда вообще даже и не дернулась. Вообще, да. Очень странный момент. Он там... Ой, Дэнди. Такое ощущение, что ворвался один в четверых или в пятерых. Ну, Дэнди тут все контролирует. Но Дэнди лучше не подходить, наверное, к Хусику вот так вот. Одному, по крайней мере. Вышку все еще-то два не допушили. Очередная пачка крипов подходит. И Ксаня начинает ломать Т2. И вот Фаник теперь выходит. Не, не выходит. Он не палится. Он типа специально... Ну, там Некра. Там Некра плюс Кабаны плюс Баунти Руна. Отлично. Ну и все, вышка упадет. Снизу вышку не забрали. Бейты. Очень важно, что ТБ форму потратил. Миди на Дэнди. Снова нападение. Кингер врывается. Дэнди моментально просто рассыпается на части. По-моему, не успел Дарксир захилить его Меккой. По-моему, постфактум уже захилил, когда Дэнди погиб. Так, ну и тут хайграунд падает. Нужно срочно, срочно возвращаться. Потому что Ксани бьет базу и бьет... Так он будет ускоряться. Там еще в Фолспроме за спиной не забываем. Так, 3 они уже отдали. Это точно инфа. Так они бараки отдадут. Такими темпами. Да, да. Там скорости атаки очень много. Начинает, правда, Хускар регенец этому в минус сейчас. Хочет обратно вернуться на лоу хп. У него армлет включен, поэтому сейчас у него будет меньше кп. Ой, хороший тост. Файвапа под рор без мастера. Минус дум моментально. Что-то я как-то... Вот об этом и речь, что вроде бы неплохая драка от бейтов была. Ну а что, Кристаллис? У него формы нет. Он что придет? Там Хускар его точно так же тост. Ну да, примерно то же самое бы и произошло. Ты не успел бы ничего сделать. Даже Сандр заюзит. Просто настолько вот легкая игра от Ашер. Даже они вот проиграв драку на Рошане тут же заходят. Ну, Кристаллис пытается, пытается доформить себе что-то еще к следующей атаке. Потому что Аегис будет еще минуту 40. И такое ощущение, что за эту минуту 40 вполне могут сломать вторую сторону попробовать. Да, со Зверинцем, без мастера, под Аурой, под Хусиком, который пойдет вперед. Очень быстро все разваливается. Да. Хускар танкуют, петы работают. Отрабатывают повышки. Теперь два минус. Баунти руны. Два игрока при этом ходят, собирают в этот момент. Там Аркейн руна еще снизу. Тоже можно подконтролить. Если на хайграунд не хотят прямо сейчас. Хотя минута 20, по-моему, идеальный тайминг. Там Аркейн руна у Эго получается сейчас в бутылке. И с ней реально можно хорошо подраться. Бейт разбивает смок. Но, по-моему, не лучшая идея сейчас. Не знаю. Ну, надо драться. Потому что вторую сторону отдавать на 20-й минуте. Ну, давайте посмотрим. Все, Кристаллис готов. Ну, как готов. Выбора нет особо. Да, Ксани заходит на ХГ. Его тут пытаются пока контролить. Мешают всячески. Но там будет захил. Регена много. Поэтому. У него еще фанги, кстати. Очень сильный артефакт. И летит БКБшка. То есть не факт, что она успеет прилететь до драки. Но она, скорее всего, прилетит, если Аегис выбьет. Ну, или в какой-то момент, скажем так. Ну, я не знаю. Интересно. Разбили, конечно, смок в итоге Бейт. Но вышку-то они отдали по итогу. Там уже талант имеется на лайфстил. Поэтому очень хорошо там регенится должен Ксани. Это же не такой реген с одних клыков. По идее, левый вроде как лайфстил. Ой, правый, точнее. Лайфстил должен быть. Ну, Ксани тут просто так. Вот он врыв. Файвап. В итоге никого не поймал. Тут ответная атака на Фишмана. Фишман тоже не может дать ультимейт. Файвап получает ультимейт от Хускара. И, скорее всего, погибнет. Дум закастовал. Но толку-то от этого. Да, успел. Вакуум неплохой. Рор пошел от Бестмастера. Выбивают Аегис. Но это только Аегис. Тинни под Думом. Файвап выкупился. Ксани. БКБ у него есть. Ксани будет танковать. Он прыгает вперед. Начинает бить Кристаллису. Тот убегает на Сурже. Тем временем забрали после байбека Дума. Дэнди пытается хоть что-то сделать. Забирает Мипошку. Но это только Мипошка. Всего лишь саппорт Оракл. А там, тем временем, погибает Гримстрок. Также без байбека на целую минуту в Таверново. Поймали еще здесь Лас Хиро. Есть Тос от Тинни. И Лас Хиро в полете практически рассыпается. Там Ксаня ее запрыгнул во время Тоса. Круто-круто. Да, минус центральная линия. Ну и, наверное... А, второе. Третье, точнее, не могут забрать. Потому что там Т2 все еще стоит. Но тут идет избиение. Но зато Тенди могут забрать. Боже, он рассыпался, даже не приземлившись. Жесть. Ну и все. Ну и что может этот ТБ, который... Да, у него нетверс есть, но, к сожалению, один. И он слишком зависит от своей формы. Он даже в драку толком не смог зайти. Я видел, как он на Сурже только убегал из драку. Да, да. Бежал нормально так. На Сурже. Ну, типа вот с Кадибе, с Атали. Да нет, ну это ГГ, наверное. Там уже в трон идут. Ашера, да. Тут нет смысла смотреть за этим героем, потому что тут трон сейчас упадет. Да и за этим тоже нет смысла. Тут нет смысла смотреть. Я бы так вот. Вообще, я бы, если бы, знаешь, у нас каждый день нужно было бы как-то назвать на Омега Лиге, там, день эпических каток или день там чего-то еще, вот я бы сегодняшний день назвал как нет смысла смотреть. Потому что сегодня, ну, такие игры были, что просто жесть. Но, к сожалению, последние две... Тут драка. Тут драка, трон-то там еще стоит, отбиваются, отбиваются у нас бейтс. Я тебя умоляю. Там трон просто... А не, нормально, нормально. Интрига за Эго погоня ловить. Эго успевает увернуться от стана. Привязал двоих. Уходит в глиммер. Точнее, сэвит его. Пошка, но там... Пис должен развернуться и в Крису поломать трон, пока это все происходит. А там и так крипы. Там и так крипы. Тут фролспромис. Ребята... Как же, парни, база горит. Пацаны, нужно возвращаться. Крипы появились. Дум бежит на Сурджет. Дэнди! Успеет. Успеет вроде размуцевать. Но за ним уже Эго до конца. Еще одни фисты нужно... Ну, ладно. Сморовал фрагми Пошка. Ну, в общем, да. С трудом отбиваются там какие-то колодцы, пока танкуют. Появились крипы. Но трон еще немножко пострадал. И, в принципе, сейчас можно просто впятером засуицидиться. Ну, как засуицидиться? Да, орать крипы просто потерь и топить, да. Глифа нет? Сломать. Глифа нет пока еще, я так понимаю. Но вроде как скоро откатывается. Так, сейчас суперкомбинация. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Так, байбэк, Дэнди. Интересное ТП. Дэнди! Пошел, пошел. Ворвался один во всех. Связку Гримстрока нужна. Да, есть связка. Два дума есть. И бить, и бить. Ну, там Веншент пробивают. Не, нормально, нормально. Вакуум хороший. Забирают Гримстрок. Ой, забирают Эмбер Спирита. Отлично. Минус Эго. Погоня за Ксаней, наверное, не самая лучшая идея. У него сейчас закончится дум. Его засейвит Мипошка. Здесь как-то нарегенит. Но в любом случае Эмбера забрали. Отбиваются. Отбиваются бейты. Байбэк. До конца Шеры хотят. Ну да, думы-то уже нет. Бояться-то особо нечего. Стинка была потрачена. Там еще Некра немножко покусали. Эншент, пока все шла эта драка. Ничего-ничего. Регенится. Так. Файвап врывается вперед. Неплохо. Наксанин. Тут контратак от Кингера. И сразу же врывается Эго. Вакуум. Толку от этого никакого. Сандер. Залетает неплохо. Но после него моментально погибает, к сожалению, ТБ. Вот. И в живых остается только один файвап, которого тоже сейчас заберут. Ну, как ты и говорил. Он даст Сандер. Но, скорее всего, в следующую секунду умрет. Его просто стерло второй раз. Ну. Сегодня интересные, конечно, катки были. Вот первые четыре, они прям были какие-то непредсказуемые качели. Но последние две, они какие-то были вот такие качельки, которые вращаются в одну сторону. И все сильнее, сильнее, сильнее раскручиваются. И в первой игре, особенно во второй игре, прям какая-то вот... Это прям как солнышко во дворе крутить. Да. Качели, знаете, кто делал. Ну, наверное, молодое поколение таким не занимается. Это только мы старше. Я надеюсь, это очень опасно. Да, не делайте. Не повторяйте этого ни в коем случае. Ну, и не повторяйте вот эти вот дела, потому что совершенно какая-то одноколичная игра. Итоги сегодняшнего дня подведет студия аналитики. Спонсор наших 2 по 20 команда Bait, причем не первый раз, а партнер турнира бренда интеллектуальных кроссоверов Havail. Вот. И у нас, друзья, я даже не знаю, на самом деле, с одной стороны, это может быть грустно, с другой стороны, мы не увидели вайда в пике от D&D компании. Это хорошо? Один войд был. Ну да, но не того вайда. Надо было без двух, походу. И как оказалось, проблема не в вайде. Ура, товарищи, мы это с вами выяснили. Давайте поговорим о том, в чем были проблемы. Можно пикать дальше. Хорошо. Респект Сане, его плейстайл, его разнообразие в пуле героев прям реально радует. Такой Last Pick Husqvar, я вообще забыл об этом героев, в принципе. Появился, закончили, все. Причем так просто вообще. Вот единственная драка, которая показала, что у бейтов есть какие-то шансы. Но проблема, так сказать, расположения героев бейт в том, что они не толкали линии так глубоко, чтобы HR приходилось туда хотя бы немного стягиваться. То есть, ТБ стоял, фармил свою тройку бесконечно. Дэнди там что-то пытался около миды, бегал, они там как-то хотели подраться, но... И они надо было просто затянуть игру максимально, как угодно. А как можно затянуть ее? Только если линии постоянно ты пушишь во все стороны. И вот одну драку они провели, и в итоге им подпушили все ближе к ним. И у них опять же Кристаллиц сидел на своей тройке. И получается, что вот раз-раз-раз, вот уже Рошан, надо уже драться, мы уже не можем подсплитить. И драка вот, в принципе, была вот только что первая. Но потом ребятки просто бэбэкнулись. Дума нет, стенки нет. Что там еще? Формы тоже нет, вообще ничего нет. Долгие удауны, долгие. Удауны огромные, да. А бисмастер, вот именно раз Пикор, с бисмастером Ораклом, он как бы намекал, что если противников не будет хорошей защиты, а вот по факту ее не было, то Хускар заходит, и прямо вот под Флэс Промисом, под зоопарком бисмастера, там под кучей ауру, довольно-таки бодренько смывает вообще кого угодно. Ну и в данном случае ТБ он просто не успел одеться. Ну вот вроде бы опять неплохая драка, какой-как за Дефлис, но на самом деле опять просто фактор агигиса. Ты Хускара убиваешь один раз, окей. А если там еще и Оракол сначала ульту кинул, то есть ты его очень долго первый раз убиваешь. Он встает, и надо сделать вообще то же самое, потому что этот герой никак не теряет, ну, не по темпу, вообще ничего. Он встал, он такой же сильный. У него нет никакой кнопки, там нет у него меты или формы Даргонайт, он просто встает, и такой же сильный, опять его надо полностью убить. И вот с инициацией там были определенные проблемы, то есть вот как бы в Войтспире он хорошо инициирует, когда у него появляется Иул. Но Иул появляется не сразу. Дум, он как бы тоже может инициировать с Кентавром, но ему нужен как минимум блинг, а многие Думы еще до блиндаггера берут барабаны. В итоге вот где-то вот в мидгейме они там бегают, они там что-то мучаются, им нужно что-то придумывать. Особенно вот снизу был не самый удачный момент, а у Ашеров так просто. Эмбер кого-то связал, прыгнул хусик. Тинни кого-то засыпал гречей, прыгнул хусик. Бисмастер дал рор, да там прыгнет тинни, хусик, да кто угодно, и они просто так вот бегают в мидгейме и пользуются тем, что Бейтам очень трудно начать драку. А Шары даже близко не на таймере были. Вот их герои почти на любой, точнее на любой стадии игры они были сильные. Ну, Хускары в Лейте так неплохо раздает, он, конечно же, вряд ли прям законтрит ТБ, но он хорошо. Дизарм, это дизарм постоянно. Да, он бодренько борется, и он... Да, мы еще алибарды, парочка штук появились. Да, иллюзий точно не бьют. Вот если Мэйн нажмет БКБ, окей, но иллюзий никак не бьют. И получается, ну ладно, опять хочется мне кинуть какой-то камешек в огород, вот от спирита. Давай, давай. Просто единственная возможность выиграть драку, это должен быть на этом герое Сайланс, хоть один. Притом, что два доступных, и один есть в ООЕ. Это же вообще идеальнейшее. Ты оракл за Сайланс ешь, ты бисмастеру не должен нажать кнопку и тинни. Но пока появлялся этот Еул, который, опять же, ты не назовешь Еулом даже контролем никаким. Если ты прыгаешь его, свою позиционку уже нарушил, все, поднимаешь оракла, чтобы его зафиксировать, и он дождается, пока он упадет. Это еще 3,5 секунды, и тебя за этот момент уже снесут. И получается, это сам же Еул, который, опять же, не на контроль толком. Он появился тогда, когда ему у них уже первая сторона упала. Ну, опять же, да, он пикал его вслепо, он же не знал, что там будет куся, который сейчас за 25. Ну, поэтому мы все-таки больше любим кунку, потому что, когда вот реально не знаешь, как убрать кунку, он чем-то напоминает Лину. То есть он может в лес уйти спокойно, пофармить. Он против большинства героев стоит, он, ну, мало кому проигрывает мид. И вот, Леонид даже говорил, что в некоторых матчапах сильный кунка может и там дать прикурить Хускару. Ну, не только Хускару, а многим героям. В общем, он такой мистер надежность. При этом он не забирает УТБ лес, что-то самое важное. То есть может побегать, погангать с кораблем через крест, может пофармить лес. То есть у него много вариантов, и у него там вариантов сборок тоже большое количество. Он может быть и дамагером, и танком, да кем угодно. Да, и БКБ Лебар на нем идеально. Ну, да. Это то, что нужно в этой игре. Он побежал вперед, и кто там ему чем ответит, только Рор есть. Все, единственный кноп, который ее установит. Да, но Даня не любит танков. Даня любит вот прыгунов, там, попрыгал туда-сюда, вил, вил. Скилл показал. Ну, он просто любит этих героев. То есть, на самом деле, ничего не меняется уже, наверное, больше 10 лет. Вот все вот эти вот герои, там, а-ля Драгонайт, и все тут вот что-то толстое. Он никогда не любил на этом играть, а вот летунами-прогунами — это его. Ну, он играет душой, что пойдет. Да. Ну, давайте посмотрим с вами группы, потому что, соответственно, это, по факту, был предпоследний матч в группе B, а в группе E уже все вроде как сыграно. Соответственно, мы на этом Divine Division Group Stage заканчиваем, не считая одного BO3, который у нас будет уже 30-го числа, то есть через 3 дня. И, соответственно, или 4 дня, не суть важна. И можно уже посмотреть на то, как располагаются команды, потому что здесь уже понятно, что юники с HR-ами будут у нас играть в плей-оффе. Скорее всего, то же самое касается и с Iberium Seed, потому что последний BO3 у нас будет между Империей и Бейтами. И у обеих команд не все хорошо с очками, прямо говоря. То есть по факту мы уже точно можем сказать, что Бейты, Империя и Камрады — это три команды, которые точно вылетают из группы B. Ну и то же самое касается группы A, если там все правильно указано. Но это, опять же, мы попозже посмотрим. Вот, я еще в этом не уверен. Ну, в связи с Амигалилами, Сайберлекаси — все тоже прекрасно есть. Обидно, что Бейты сейчас похоронили свои шансы. Потому что у них была возможность выиграть 2 по 3. Да. И они вот настолько безидейно закопали себя сами. Нет, я не говорю. Ашеры молодцы. Отыграли достойно. Но как же с их стороны это просто казалось? Правильно? Взяли сильных героев. Как пачки Ахускара взял и пошел. Взяли сильных героев и выиграли. Еще и отыграли лучше. Ну, молодцы. Мне больше нравится, что Сибириум Сид — команда, которая рангой квалификации выглядела, достаточно среднековато, я бы сказал. Если даже... Ну, то есть мы изначально, когда вообще, в принципе, начали смотреть первого числа квалы, мы посмотрели на состав и думаем, так, окей, кто эти люди? Ну, то есть большинство для нас не особо сильно известные игроки. Но при этом всем они здесь, на диване, уже показали себя довольно неплохо. Что ж, к нам присоединяется мидер команды Hell Raiders Ксани. Здорово. Привет, привет. Чего, как тебе показалось, насколько легко это было? Или насколько сложно? Ну, было несложно. Окей. У нас по первой карте явно был вопрос о том, зачем там был бремастер на лас-пике у бейтов. Ты вообще можешь объяснить нам, был ли он там вообще осмыслен? Ну, мы им забанили героев против дровки, Марса и Кентавра, на последние два бана. То есть мы знали, что там отрезаны все оффлайнеры, и им придется ставить вот теперь этого оффлайн, чтобы закрывать мид. Ну, у них иначе, ну... Какая, походу, у нас случилась? Алло, алло. Да, да, да. Да, с момента по поводу... У меня с микрофоном, да, проблемы, я извиняюсь. Да, все хорошо, спасибо. Вот, на чем я остановился. На моменте перехода вайда в хард. Да, то, что у них замена, и оффлайнер Гостик не играет на вейс-переди, насколько я понял. Поэтому они не могут засвапать. И, соответственно, им нужно было просто выбрать героя из пула Гостика. Поэтому они взяли, ну, лучшего героя, наверное, его. Понял, понял. А по поводу Хусика, когда вам вообще пришла эта идея? Это момент, когда вы просто уже увидели лас-пик и думаете, о, здесь Хускар нормальный? Или вы уже когда-то рак подникали? Поняли. Мы заранее выбрали несколько героев, которые можем ласпикнуть под араку. Вот. И там уже мне нужно было выбрать себе героя, вот. На ком по кайфу. Ну да, зашло вообще по кайфу максимально, я видел. Душевно вышло. У вас какие-то вопросы есть еще? Как вам вообще играется без Никса? Вот говорят, что он был вашим, ну, так сказать, тим-лидером-капитаном, а сейчас, видимо, эта ниша или эта роль, она отошла кому-то. Кто у вас сейчас вот глава всего и вся? Кто у вас лидер? Ну, я бы не сказал, что у нас прям есть ярко выраженный лидер. Анархия. Мораль, мораль. Кто держит в команде мораль? Да. Ну, наверное, вот у нас троица осталась. Я Грибан и Ярик. Мы как-то, ну, как костяк работаем вместе. То есть если что-то не так, вы всегда найдете какое-то решение, мысль, там, подшутите, как-то настроение поднимете? Да, да, да. Это отлично. Окей, большое спасибо, что пришел. На самом деле ждем тебя на плей-оффе. Поздравляем с выходом из групповой стадии. Вот, уже по проценту. Да, спасибо. Хотелось бы, конечно, и верхней дивизии играть, но... Можно его выиграть и заявить о себе тоже. Да, вы можете просто пройти через лузеров, чего нет. Как минимум, наверняка, с кем-то из имморталов повстречаетесь. Тоже будет достаточно интересно на вас посмотреть. Удачи, Павел. Да, все. До свидания. До свидания. Что ж, друзья, на сегодня игровой день закончен. У нас третий подряд игровой день с... Или четвертый. Четвертый, по-моему. Да, четвертый игровой день с 2-0, 2-0, 2-0. Тебе виднее там цифры голоса. По-моему, да, у меня есть подозрения. Вчера я просто не был, но я помню, что вроде как 2-0 тоже было. Короче, снова у нас неполноценные БО-3. Хотя сегодня были захватывающие матчи по часу. И, опять же, победа аутсайдеров Five Comrades. Единственная победа во всем чемпионате. Все-таки нам запомнится. Ну, а на этом мы заканчиваем с вами. У нас студия аналитики Наруха была в эфире. Завтра в три дня по московскому мы продолжим. Уже смотреть Immortal Division. Там катки будут совершенно лютые. Так что приходите, обязательно смотрите. С вами были Бобруха, Лост и Кристалмей. Всем пока-пока. Пока.